Узнал один интересный момент и решил поделиться. Я у других юристов это не видел, то есть я не буду претендовать, что это мое изобретение, ну и наверняка скоро оно сойдет на нет, но некоторые могут попробовать этим воспользоваться. Вот это я даже не знаю, получился хороший лайфхак. Обратился ко мне человек один, знакомый знакомому, далекий знакомый. Как обычно, я занимаюсь банкротством физлиц, списываем долги, чтобы вы знали, единственный законный способ полностью списать долги, и гарантированный, если вы подходите, это банкротство физлиц. Вот, все остальное уже там либо полный лохотрон, либо полу лохотрон и так далее. Вот, поэтому смотрите. Обратился он ко мне, ну, за банкротством, ну, там в трех банках долги были, ну, примерно там по 500 тысяч в каждом банке, да, кредиты. Все, он не может платить, начали его потихонечку доставать звонками, там, когда заплатите и так далее, все. Вот, тут плюс, там, пандемия, увольнение с работы, все дела, все беда, не может платить, уже начинает угрожать, там, банки, там, и так далее. Вот, уже там письма начали слать всякие. И, соответственно, он обратился ко мне за банкротством. Заключили договорчик, там, ну, маленькую, небольшую предоплату внес. Вот, я подготовил ему все документы, и тут у него там, ну, очень неприятное событие в жизни происходит, и он понимает, потому что банкротство физических лиц достаточно дорогая процедура и долгая. И он понимает, что, ну, в общем, не может дальше продолжать эту процедуру по многочисленным обстоятельствам, там, неприятные трагические события у него, ему и уехать надо, и денег нет и так далее. И он говорит, все, короче, я больше не смогу, типа, ничего платить, вот, возвращать мне деньги никакие, конечно же, не надо, вот, по предоплату, но больше я платить не смогу, типа, никаких претензий. Я говорю, а у меня какие претензии-то? Вот, но я ему говорю, смотрите, я работу все равно сделал, вот, может быть, давайте мы, то есть по закону, перед тем, как подать заявление в суд на банкротство, надо банком направить документы, да, по банкротству, вот, ценным письмом с описью вложения обычно я отправляю, вот, ну, можно просто заказным, ну, ладно, это не важно. И вот, я говорю, все равно у меня уже все готово, вот, ну, в суд мы не подаем, но я говорю, давай, мы с тобой договоримся, ну, в общем, давай, договоримся. Я направляю эти документы банкам, вот, но в суд не подаю, то есть, ну, вдруг в каком-нибудь из банков прокате, то есть, ты банкрот не планируешь, но вдруг в каком-нибудь из банков прокате вдруг отстанут, вот. И он говорит, ну, давай, все, я ценным письмом с описью вложения от его имени, там, отправляю эти документы в эти три банка, вот, сейчас банки узнают об этом, и все, этот лайфхак не сработает. Ну, ладно, я надеюсь, банки меня не смотрят, вот, и система неповоротливая. И, в общем, смотрите, сейчас вот он мне звонит, я поэтому на радостях даже остановился, решил это видео записать. Сейчас он мне звонит и говорит, шесть месяцев уже прошло, как вот я заявление отправил, все, все звонки прекратились, все письма прекратились, шесть месяцев прошло, ни от одного банка, ни одного письма, ни одного звонка, он говорит, ну, уже и на этом, хотя бы спасибо, нет там ни психологического давления, ни в суд не подают, ничего. Как там дальше развиваться события будут, я не знаю, вот. Но, в целом, представляете, как интересно получилось, то есть банки получили эти документы, поверили, что человек подал на банкротство, и, видимо, там, в реестре где-то вычеркнули его, или поставили отметочку, что он банкротится, там, типа, передали в другой отдел, там, с отдела взыскания, там, в отдел банкротства, там, и так далее. То есть, ну, и перестали контролировать, следить, то есть, как минимум, он сейчас же шесть месяцев прожил спокойно, да, у него там, хотя бы жизнь наладилась, там, может, даже денег заработал, может, даже продолжим банкротство подадим, может быть, там, ну, не знаю, может, выплачивать, может, не знаю. Но, в целом, даже есть возможность, что пройдет какое-то определенное время, истекут сроки исковой давности, вот, банк в суд-то до сих пор не подает уже шесть месяцев, истекут сроки исковой давности, и человеку не придется платить по своим долгам без всяких банкротств. Ну, в общем, такие штуки, вот, периодически приходят ко мне в голову дурацкие, поэтому я и называю себя неправильный юрист, да, поэтому другие юристы меня так и не любят.